По словам Олега Хромова, 2016 год стал знаковым для Ленинского района по части планового благоустройства. С начала года обустроена 31 дворовая территория. Три территории еще плюсом мы доработали. То есть мы исправляли ошибки 2015-2014 года, там где что-то было недоделано, и там где жители в первую очередь выражали свое либо недовольство, либо присылали мне соответствующие замечания. И нам пришлось эти территории доделать. Это более чем в два раза превысило задачу губернатора области, который постановил ремонтировать не менее 10 дворовых территорий в год. Впервые за всю историю существования муниципалитета было проведено благоустройство в Новодрожжино. Здесь заменили все коммуникации, дворы обустроили согласно современным стандартам. В Ленинском районе стали проводиться форумы «Управдом», на которых налаживаются способы взаимодействия между собственниками жилых помещений и управляющими компаниями. Одним из результатов стало проведение по инициативе Совета многоквартирных домов муниципального конкурса «Наш двор», где из 11 дворов выбирали лучший. Победителями конкурса стали два двора с улицы Школьной города Видное, первое и второе место, а третье место занял новый двор в микрорайоне Бутова парк. Мы нашли возможность и поощрили, безусловно, своих активистов, те, кто без привлечения средств местного бюджета сами поддерживают свои дворовые территории не только в надлежащем состоянии, но и их улучшают. На содержание двора, покупку цветов и малых архитектурных форм победители получили 50 тысяч рублей. Дворы, занявшие второе и третье места, по 30 и 20 тысяч соответственно. Очень скоро новый облик примет и бывший военный городок Петровская. А в рамках реализации муниципальной программы «Школьный двор» там появится новая спортивная площадка. Вообще, в прошлом году было открыто 4 школьных стадиона, в этом уже 6 и еще 4 будут готовы до конца года. Самая главная особенность этой программы заключается в том, что мы на территории школ делаем комплексные спортивные площадки, которые включают в себя стадионы, беговые зоны, зоны для сдачи норм ГТО, зону воркаута, баскетбольно-волейбольные площадки в зависимости. Где-то у нас даже присутствуют теннисные корты, то есть мы уже и до этого дошли. В этом году у нас на территории одной школы появилась хоккейная коробка. Школьные стадионы во внеурочное время доступны для всех жителей. Также Олег Хромов затронул вопрос уличной рекламы. Администрации подготовлена новая схема размещения рекламных конструкций в районе. После согласования в Главном управлении информационной политики Московской области, власти будут намеренно сокращать количество законно установленных рекламных счетов. На смену этим позорным счетам, особенно в городской части, должны прийти современные передвижные конструкции с хорошей подсветкой. Что касается рекламы несанкционированной, то ее убирают в плановом порядке. Так что работы много. Планы на 2017 год закладываются уже сегодня, а мы становимся свидетелями настоящих видных перемен в Ленинском районе. Дмитрий Книга, Евгений Петров, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.